Привет! Сегодня приготовим необычное угощение на Хэллоуин. Сахарные косточки. Не пугайтесь, это обычный биза, только в интересной форме. Оно очень вкусное, сладкое и хрустящее. И даже если вам не нравится Хэллоуин, вы можете сделать такое печенье в привычной форме, например, в круглой. На самом деле, готовить такое печенье очень легко. Главное, нам понадобится хороший миксер, который сможет взбивать яйца с сахаром в течение 10-15 минут и при этом не сломается. У меня вот такой миксер от Moulinex. Миксер я купила примерно три года назад, практически вместе с кухней, и пользуюсь им регулярно, примерно один раз в неделю. Для приготовления меринги такой миксер просто незаменимый. Почему он мне так нравится? Кроме того, что он недорогой, стоил примерно 3,5 тысячи рублей, когда я его покупала. В комплекте была вот такая вот вместительная чаша, она достаточно большая, сюда помещается много меринги. И в комплекте шло для два вида насадок. Венчики, которые стоят на миксере, и вот такие вот металлические штуки для приготовления твердого теста. Я, кстати, часто готовлю в этом миксере куличи. У миксера есть различные скорости, турбо-режим, он может взбивать или замешивать тесто минут 15-20 и не перегревается. В принципе, каких-то серьезных недостатков за три года пользования я не нашла. Берем чашу миксера и отделяем белки от желтков. Меринги готовятся из одних белков. Желтки, конечно, лучше не выкидывать, их можно накрыть пленочкой и убрать в холодильник. И потом приготовить из них что-нибудь вкусненькое, например, какое-нибудь песочное печенье. Когда разбиваете белки, будьте, пожалуйста, аккуратнее, не допускайте того, чтобы желток попал к белкам, иначе меринга может не получиться. Белки отделили, желтки сложили в маленькую тарелочку, что-нибудь из них потом другое приготовим. Теперь нам понадобится миксер. Просто включаем миксер и взбиваем белки. Вбивать белки нужно до пышного белого состояния, сначала на минимальной скорости, и потом скорость постепенно прибавлять. Примерно через три минуты, когда белки станут белыми и пышными, можно добавлять сахар. Сахар нужно насыпать частями, примерно по одной столовой ложке, и постоянно взбивать, то есть миксер мы не выключаем. Взбиваем на максимальной скорости и постепенно насыпаем сахар. Когда весь сахар насыпем, взбивать мерингу нужно еще примерно минут десять. Это очень долго и удобно, что миксер стоит сам, и мне не нужно держать его рукой. А можно заняться своими делами, например, почитать книжку. Наша меринга взбивалась примерно минут десять, и она стала вот такой. То есть она совсем не падает с ложки. Конечно, можно позабивать еще подольше, до твердых пиков, но вот такого состояния нам уже достаточно. Теперь нам понадобится кондитерский мешок. Если кондитерского мешка специального у вас нет, можете воспользоваться обычным пакетом. В интернете полно лайфхаков. У меня одноразовый кондитерский мешок и металлическая насадка. Просто перекладываем нашу мерингу в него и отрезаем кончик. Мы сложили мерингу в кондитерский мешок, взяли противень, застелили его бумагой для выпечки. И сейчас мы просто постараемся отсадить печенье в форме косточки. Не знаю, как это получится, я делаю сама первый раз. Давайте. И пока будем готовить печенье, расскажу немного про Хэллоуин. Сначала это был языческий праздник. Древние кельты в ночь 31 октября на 1 ноября отмечали так Новый год. С приходом христианства праздник не пропал, а был просто переименован в День всех святых. Как сейчас называется Хэллоуин. Мне кажется, это занятие очень сильно понравится детям, но, в крайнем случае, мужу точно понравилось. Творчество всегда прикольно. Дальше. Делаем дальше. Вот такие кости у нас получились. Смешные, забавные. Сейчас мы уберем их в духовку. Будем готовить при 160 градусах. Нам нужно не запечь мерингу, а всего лишь подсушить. Вот такое у нас получилось печенье. Посмотрите, какое оно прикольное. И мне кажется, что к этому празднику можно относиться по-разному, но нет ничего плохого в том, чтобы лишний раз посмеяться, повеселиться и испечь печенье. Надеюсь, рецепт вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся!